Доброе утро! Да еще и разбираетесь в изысканных блюдах, то начинайте записывать. Вам точно понравится. Для приготовления тостов нам понадобится бриошь, клубника, яйца, ванильный сахар, молоко, лимон, палочка корицы, сыр камамбер, сливочное масло и фундук, а также мороженое. Эх, как должно быть вкусно и надеюсь, это не займет много времени. Это займет буквально минут 5-7. Так что начинаем. Для начала нам нужно замешать кляр для того, чтобы мы обжаривали бриошь. Странно, вот все-таки мы кляр привыкли использовать в соленых блюдах и в десертах как-то непривычно для нашей консервативной кухни. Вы знаете, для французов тост является привычным завтраком и поэтому они очень много экспериментируют над этим приготовлением. В яйцо добавляем ванильный сахар, чуть-чуть молока, цедры лимона. Цедры добавляйте совсем немного. Помните, что стоит использовать совсем тонкий верхний слой лимона. Тогда это будет настоящий пряный, изысканный вкус, без горечи, которую мы привыкли кушать. Если вы едите до сих пор лимоны без корочки, то помните, что это просто непростительная ошибка. В них огромное количество витамина. Так, собственно, как и в корице. Совсем небольшое ее количество поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и сделает наше блюдо гораздо прянее. Я смешал все ингредиенты и делаем наш кляр. На сковороду отправляем сливочное масло. Наш бриошь мы разрезаем напополам. Бриошь – это очень изысканная булка. Используется она чаще всего в десертах, иногда, как и самостоятельное блюдо с добавлением самых разнообразных компонентов. Отличие в том, что это сдобное тесто, замешанное на пивных дрожжах с особенностями выпекания. Делать это довольно просто, поэтому можете поискать рецепт в сети интернет, и у вас обязательно получится. Ну, а в принципе, можно ли использовать обыкновенную сдобную булку? Можно использовать просто обыкновенные тосты. Тостовый хлеб. Наш бриошь обжаривается. С двух сторон? С двух сторон, конечно. Пока бриошь обжаривается, мы можем нарезать клубнику. Угу. Ну, это может быть любой сезонный фрукт в этом десерте? Это могут быть как и клубника, так и персик, так и яблоко, груша. Без разницы. Помните, что лучше пользоваться возможностью есть сезонные фрукты. В них огромное количество витаминов. Ну и, конечно, это самые полезные, самые свежие. Живя на йоге и не есть фрукты – просто преступление. Поэтому сейчас это клубника, немного позже пойдут абрикосы и персики. Главное, не отказывать себе в подобном удовольствии. Бриошь поджарился, приобрел золотистую корочку, и мы его снимаем на салфетку для удаления лишнего жира. Помните, что лишние калории нам абсолютно не нужны, тем более, что пожарить на сливочном масле – это очень вкусно, но не очень полезно. Поэтому от его излишков стоит избавляться. Можем приступать к сервировке? Можем приступать к сервировке. Выкладываем наш бриошь. Угу. Выкладываем клубнику. Так. Сами ягоды клубники уже сладкие. Сладкий у нас также экляр, поэтому здесь нужно быть аккуратным. Если вы очень любите сладкое, то добавьте немного меда, либо какого-нибудь сладкого соуса на ваше усмотрение. Но все-таки не переусердствуйте. Доломаем сыр камамбер. Камамбер не помеха фигуре. В нем всего 290 калорий, поэтому он мало того, что вкусный, но еще и полезный. Добавляем шарик ванильного мороженого. Угу. И орехи. Мы используем фундук. Вы используете те орехи, которые есть в данный момент у вас на кухне. Главное, помните, что это невероятно полезно. В день нужно съедать минимально одну горсть орехов. Любых. И тогда это обеспечит наш организм необходимым количеством масла для нашего нормального функционирования. А кроме этого, это невероятно вкусно. Последний штрих. Мята. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Спасибо большое, Константин, за такое оригинальное, необычное блюдо. Прекрасный десерт, который станет замечательным дополнением к нашему завтраку, обеду, либо ужину. Но помните, что готовим мы это все в ресторане Кадор на французском бульваре, 66, в другом 3. Следуйте нашим советам, экспериментируйте и наслаждайтесь такими вкусными блюдами. Субтитры подогнал «Симон»